Всем привет! Сегодня у нас с вами будет ролик необычный, это по ремонту ноутбука. Вот у меня Hewlett Packard. Достаточно древний ноутбук, я, можно сказать, почти не пользуюсь. Отпечатки может видно, становится понятно кто им пользуется. У меня ребенок здесь смотрит мультфильм. Итак, ситуация такая. Чего бы такого выключить-то? Включаем это дело в розетку. Тут даже индикатор у меня был на блоке питания вроде. Без, понятно. Кстати, вот по поводу блока питания, это вообще от другого вроде. Да, это от Dell'овского. Тоже покупался. Давно-давно на eBay, после покупки ноута, я его брал бушным и что-то вообще за копейки. Ребята думали, они меня обманули, но я посмотрел, что он тогда с 40 стоил. Я его купил что-то за 7. Куда-то пришлось ехать, где-то в машине мне его показывали. Домой приехал, блок питания дохлый оказался. Вообще жесть. Лицензионный у нас тут еще XP. А, Vista, обалдеть. Так, год у него, ну я его брал в седьмом вроде бы, модель DV6200EA. Больше никаких обознавательных знаков нема. Так, ну что, давайте я вам покажу. Как видим, индикатор, что у нас подключено питание светится. Включаем. Всё, он прекрасно заводится. Пошел статусная строка винды. Короче, отключаем и сразу у нас дохнет, что там долго винда поднимается. Всё дело в аккумуляторе. Но я такой человек, что, в принципе, смысла не вижу покупать новое. Давайте попробуем восстановить старое. Сначала. Вот такой вот аккумуляторный блок. Hewlett Packard. Производство в Китае. Так. Достаточно древный. Ну что, для начала, наверное, феном разогрею. Буду отделять крышечку, наверное. Можно, конечно, другим феном разогревать, но подручным. Иции начали. Так. Вот так. Исп 30 минут. Испosten идет бумажная плечная плечная рублей. Перемь дащи 180 труда 열mor. Для этогоryinglandупного составляет, чтобы чуть процес pool. Верхняя наклейка вроде приклеена полностью, то есть имеет подложку под собой, поэтому снимать ее не имеет особого смысла. Разбираю я первый раз такой аккумулятор, поэтому не судите строго. Да ну просто хотел уже сделать его. Ты посмотри, что он жестковат. Капец. Хорошо проклеена. Вообще очень хорошо. Где-то тут даже начал поддаваться. Нашел. Таким углом сюда тверку вставлять. Поперло. Кстати, вот тут у нас зажимы остаются снаружи, а сам аккумуляторный блок внутрь. То есть даже если мы эту штуку повредим, можно все равно это все впихнуть и зафиксировать в ноутбуке. Вставляется отвертка под углом относительно нижней площадки, чтобы поддеть вниз. В общем сейчас я вскрою, продолжим потом. Итак, у нас перед глазами красные аккумуляторы и походу еще даже с таблетками. Все это дело было зафиксировано путем склеивания. Поэтому и снять это все очень просто у меня не получилось. Немножко здесь повредил сбоку. Но это не страшно. Это потом можно феном подровнять. Пластик с трех сторон снял идеально. С одной стороны вот здесь. Это не страшно. Это все клеем можно заделать. Вообще по идее аккумуляторы эти не разборные. То есть сложность их в этом. Никто не предполагает тому, что кто-то там когда-то их будет заменять или ремонтировать. Поэтому разбирая свой аккумуляторный блок у ноутбука, будьте готовы к тому, что можете повредить корпус. Так, ну, померяем первое. Первая банка 0,40. Понятно. Вторая банка 2,40. Нормально. Третья банка 2,20. Вышли из строя вот эти две первые банки. Так, по маркировке ничего пока не могу сказать. Сейчас включится у меня паяльник. И мы с вами это все выковыряем оттуда сначала. Для начала. Так. Та-дам. По поводу восстановления напряжения. Если вы в курсе, что, например, сами знаете время жизни своего ноутбука, и у вас включен аккумулятор постоянно. То есть, ну, в том плане, что не сел через какое-то время. Год-два лежал. В принципе, у меня этот аккумулятор год-два лежал. А потом начал нормально использоваться. То есть, как сам ноутбук. Это тоже обратно поставим. То есть, убираем корпус. Ну, а вот эти надо два аккумулятора пока. Сейчас наклеечки здесь я сдергаю. Короче, чем дольше он лежит и разряжается, это одно. У вас аккумуляторы не портятся, а просто садятся в ноль. При этом вы можете их толкануть любой зарядкой. Наподобие того же Аймакса. Либо сделать ее самому. Я уже говорил в каких-то роликах. А если вы воспользовались каждый божий день, на протяжении, как я говорят, десяти лет. Или девяти, или восьми. Я уже забыл, сколько ему, честно говоря, лет. То есть, тут без замены делать нечего. Ну, просто выпаивается. Очень прикольно сделано. Дорожки идут в солнечных батареях. Да, вот эти шины. Такого же Макары. Блин. Паяльник отошел. Какая же у них маркировка? А, 18650F, К-37. Сейчас мы выплаем еще. Померим примерно граммов. Сколько это все весит. Общий вес 280 грамм. Начнем с последнего. При установке аккумуляторов, также запомните, в какую сторону они у вас соединены. Чтобы у вас аккумуляторы не замкнули плату. Также, чтобы аккумуляторы разные есть, чтобы вот этот контакт вот с этим не замкнулся. И вот этот, тем более, с последним не замкнулся. Никакой нагрузки вешать внутрь нельзя. Если вы хотите их восстановить, желательно снять вообще все это. Потому что рискуете сжечь контроллер. Вот эту плату. Она у каждого ноута своя. Давай, давай. Поперла. Вот она. Вот она. Рыба моей мечты. Так, ну смотрим. Не поймут. Что-то какое-то напряжение странное. Что-то проседает. Так. Так. Сейчас попробуем Маймаксом толкануть. Так. Где у меня блок питания? Так. Вот я подключил Маймакс. Хорошо еще блоков питания затарится успел до скачка бакса. Ну, сразу скажу, что подключая вот так нам надо 3,7 вольта. То есть выбираем. Ну, у меня тут дисплей немножко подсел. Еще подсвечивает даже что-то. Ток, соответственно, важен, напряжение важное. Вот смотрите. В режиме LO Connection Break. Он не видит аккумулятора. И вы его не зарядите в этом режиме. Соответственно, подбираете. Там есть два основных режима. Никель Кадми. Не хочет. Ой, куда я взлез. Что у нас там идет? Металлогидрид. Не видит. Это говорит о том, что аккумулятором полная хана. Короче, сейчас мы будем пытаться сначала поднять его через зарядку. Ну, вернее, скачок дать. На примере 12-ти вольтового аккумулятора. Сейчас посмотрим, есть ток, нет тока. Сопротивления нет никакого. А это говорит о том, что аккумулятором хана. То есть, скорее всего, внутренний разрыв. Сейчас попробуем. Если на металлогидриде не заведется. Коннекшн Брайк. То есть, хоть прыгайте с бубном, внутрь вы не залезете и медную пластинку не поменяете. Так что, вот эти вот аккумуляторы на помойку. Сейчас я подыщу парочку аккумуляторов и пора продолжим с вами. Короче, вот у меня Samsung есть 2200 мА. А вот эти, вроде бы, 3300 мА должны быть. Хотя, вот J200 тоже. Это FU2200, а это FJ2200. Вот у них моделька написана. Не знаю, видно нет, но вот тут написано FJ2200. Аккумуляторы красненькие. Потом, кстати, разберем с вами. Саньё. Ну, вот я смотрю, цвет знакомый. Фирменные сониковские аккумуляторы. Такие я еще не разбирал. Ну, кому интересно, потом будет обзор по ним. Итак, по поводу того, какие аккумуляторы ставить. Вы уже помните, многие особенно помнят, что я любитель разбирать. И, соответственно, у меня была там куча аккумуляторов от ноутов. Где я там частями браковал. Ну, какое-то колено. И разбирал, показывал вам, что с ними. Все, которые у меня лежат, они заряжены до полного. Так, сейчас вот я одну колено сейчас немножко зарядил там за две минутки. До 4,2 поднялась. Посмотрим сейчас по тестеру. Показания. Ну, вам видно, только немножко перевернуто будет. Так, здесь у нас ровно 4,1 вольт. Это нормально. Здесь вот, при хранении, это было еще весной, 4,20. Вот эта вот пара отлично подойдет под замену. Итак, ну, что мы сделаем с вами. Проводок оставим. Проводок для коннекта. Можно попробовать ножницы, вот так вот вырезать. То есть, если уберем, еще пациенты мне пригодятся. Так. Плюсиком, соответственно, у нас... Кто забыл, как смотреть. Вот здесь вот есть каемка такая. Соответственно, это у нас плюс. И все в одну сторону стоят. Но надо вот эту вот так же припаять. Так. Вот это вот оставим проводок. Мы его запаяем вот сюда. Сейчас я припаяю. То есть, видео можно сказать в нон-стоп режиме. Только я единственное, что выключаю. Чтобы не долго вам ждать. Вот будет долгое видео. Так, припаиваем. Ничего страшного нет, если вот эта вот пластина упрется в сам аккумулятор. Вот здесь такая вот происходит ситуация. По поводу вот здесь вот тоже надо подпаять. Так, сейчас мы придумаем. Ну, вот придумаем. Ну, вот придумаем. Так. Старый аккумулятор. Этот пятачок сейчас отсюда вырежем. Так, вот они кусочки. Аккумуляторы все равно на разбор. Поэтому, если шинки отсюда нужны, можно для будущего пациента выкусить. Так, сейчас я ее подровняю, чтобы она поровнее была. После чего, вот с этой стороны, мы должны припаяться. Ну, вводим, короче, вот эту вот, снятую нами шину. И вводим шину в месте посадки к аккумуляторам. Паяльника можно паять 25-ваттным. Я сильно не заморачиваюсь. Еще, для тех, кто не знает, как выбрать паяльник, я вам скажу такую вещь. Вы только не обижайтесь. Каждый паяет тем, к чему привык. Ну, по разным причинам. Не у многих есть паяльная станция. У меня ее не было, можно сказать, большую часть жизни. Ну, и, соответственно, того, чем я занимаюсь. Потому что раньше, физически, у меня просто не было столько денег. Но, мечта сбылась. В итоге, я насобирал. И вот, паяльная станция уже пользуюсь давно. До этого покупал всякую фигню. Типа фен отдельно. Он мне до сих пор где-то в ящике на улице валяется. Мне его там ребята уронили и разбили. Ну, там реально, вроде бы температура регулируется. Но начинаешь что-нибудь снимать и не снимается ни фига. Так. Я напаял только с одной стороны, внутренней и наружней. Потом паяльником снаружи нагрел шину и она у меня схватилась. Можно по-разному делать. Как вам угодно. Так, загибаем шинку на контакт. Припаиваем. Так, ну все. Со стороны теперь можно убирать этот хлам. Единственное, что сейчас надо сделать, это догнать вот эти вот аккумуляторы, которые у нас здесь остались, до такого же напряжения, как здесь. Изначально на вот эти вот. Можно вставить любой емкости. От этого ничего вы сильно не потеряете. Пусть вам кто-нибудь что-нибудь не говорит. Ну, например, есть у вас там, говорят, 2400. Да. А у вас идут все 2200. Ну, будет он заливаться под максимум. Ну, садиться будет меньше. Тут как происходит? Ну, как заметили, да? Не помню. Во всех роликах намек я давал или нет, но у нас разряжается первым плюс. Заряжается первым минус. Это связано с тем, что в каком направлении у нас движутся электроны по цепи. Соответственно, идут от минуса к плюсу. Ну, соответственно, у нас получается так, что при зарядке у нас идет вот так вот. Соответственно, этот первый заряжается, этот второй, этот третий. При разрядке у нас идет в другую сторону. Этот первый разряжается, этот второй, этот третий. Пусть это не вот так вот выглядит, как я вот сейчас вам объяснил, а выглядит годами, то есть происходит вот такой вот спад энергии. И в итоге вот этот аккумулятор будет первым разряжаться по плюсу. Этот, соответственно, первым заряжаться по минусу. Это будет всегда. И обычно дохнут именно те, которые сильнее разряжаются. Давайте посмотрим общее напряжение теперь на аккумуляторе. Оно составляет 8,89. Что является достаточно низким. Так, на первом 14, 4 и, так, на эту 2. Ну, соответственно, 2. То есть вот эти 2 сели. Как их зарядить? Давайте для начала попробуем зарядить это при помощи iMax. Тут все просто, крокодилами можно подлезть, зафиксировать. Стоит у нас здесь один аккумулятор. Ну, ток можете поставить поменьше. И нажимаем Enter. Пишет Love Voltage. Ничего вы не сделаете, пока напряжение не будет минимум 3 с чем-то. Для этого переходим. Вот миккин металлогидридный. Нажимаем Start. И напряжение поперло вот тут, вверху попер ток заряда. Вот видите, 3 вольта, 3,10. Сейчас немножко поднимется. Можно увеличить ток заряда. Так, 3,40. Ну, уже во многих видео я вот это показывал. Ну, не поднимают они с нуля аккумуляторы, где напряжение очень маленькое. Так, теперь выключаем это все дело и переходим в режим зарядки литиевых аккумуляторов. Как видим, все вошло. Напряжение должно быть больше 3 вольт. И после этого уже заряжаем именно в обычном их режиме. Сейчас вот немножко зарядим здесь. Так, хватит. Теперь, так как у нас два разряженных, добираемся до второго. Здесь в настройках у нас, вот можно листать. Нужно поставить два аккумулятора, 7,4 вольта. После этого нажимаем интер. Видите, лов вольтаж. Первый у нас подзаряжен, второй нет. Давайте теперь то же самое сделаем со вторым. То есть, в никель-металлогидридный заходим. Нажимаем старт. Напряжение побежало вверх. Если напряжение побежало вверх быстро, значит аккумулятор нормальный, исправный. Еще, в принципе, прослужит не один год. Если как-то вяло набирается, даже при токе 2 ампера, там вообще стрелять должно просто. У меня тут при 2 амперах, на самом деле, меньше гораздо. Это связано с тем, что резистор у меня другой стоит. Вот у меня подвел черту. Переходим в никель, в литиевый аккумулятор. Ставим на зарядку обоих одновременно, то есть 7,4 вольта. Выбираем режим, чтобы два аккумулятора было. И стартанем. Походу там маловасто еще убежало, 5 вольт. Теперь два аккумулятора. Ну, технология, я думаю, понятна. Тут у нас должно быть в районе, в таком-то и должно быть где-то. Так, переходим в литиевый. Быстренько. И все у нас прекрасно с вами пошло. Тут можно поставить ток, не превышающий емкости двух аккумуляторов. Так как два запараллельны по 2,2. Получается 4,4 не больше этого, лучше меньше в два раза. То есть 2,2 ставьте и голову не грейте. У меня тут просто немножко неправильно живет он своей жизнью. Разряжает он показывать нормальную емкость, а при зарядке там проблема возникает. Ну, так вот оставляем, соответственно, так как аккумуляторы нулевые, если у вас iMax показывает правильную емкость при зарядке, соответственно, вы узнаете, какую емкость вы в итоге залили в пару. Первая пара, вторая пара, две пары. Сколько вы залили в две пары, вы узнаете вот здесь в счетчике. Ну, все, наверное, пока ждем зарядку. Это будет уже, наверное, до завтра. Может и сегодня даже. А потом продолжим. Так, вроде тут частично зарядилась. Блин, тут сбросилась у меня, хотел показать. Короче, влило 2,700. Аккумуляторы, конечно, не полностью заряжены. Ну, и эти отличаются. Так, давайте посмотрим напряжение, какое у нас на банках. Я уже тут поставил корпус. Так, ну, начнем с первой банки, которая меняла. 4,18. 3,98. 3,96. То есть, дальше будет все это дело у нас. Главное, поднять больше 50%. Дальше будет уже балансир. Если его не выбило, конечно, работать. Так, ну, вот еще фен, как слышим, у меня работает. Берем, ну, если у вас косяк подобный есть. Также берем фен, включаем его на полную. И вот отверточкой подравниваем корпус. Прогревая слегка, чтобы корпус у нас был ровненький. Нигде ничего не заходило. Если вдуло немного, отверточкой выравниваем. Тут я уже подравнялся. Самое главное, верхняя крышка у нас. Так, вот здесь вот. Верхнюю крышку отравняем. Конечно, вот, народ-то много чего показывает. Там восстанавливают они аккумуляторы литиевые, которые подохли, да, вот таким макаром. Ну, честно говоря, это все временно. Поэтому я вам этого показывать ничего не буду. Все это уже снято уже не один раз. И не мноет тоже, а многими. Вот, нагрели. Оно подравнялось. Так, корпус тут главное еще, чтобы поровнее был. Так, это все верно. Так, ну что. Настает момент истины. Так, наоборот, наверное. Да, так точно. Так, наоборот фиксируем. Можно залить клеем. Я, честно говоря, сторонник того, что, так как это фиксируется верхняя крышка у нас, а это прижимается, можно не оставить, ну, то есть оставить так как есть, не заливать клеем. А потом, если, мало ли, остальные аккумуляторы выйдут устроем, можно поменять. Так, выключаем тестер. А, ну давайте еще, кстати, измерим, сколько у нас весит аккумулятора дохлая. 2 200. Два штуки. Тут у нас еще венточки. Так, венточки сейчас сковырнем. Вот, кстати, по поводу восстановления. Когда у вас банк вот этот снимаете, да, нерабочий, вот из этих двух аккумуляторов можно найти рабочий. Бывает такой 50 на 50, что это происходит. Поэтому восстанавливать два, это точно не резон, потому что один из них явно труп. Как видим, окисления здесь нету, вот на поверхностях. Это говорит о том, что даже если предохранитель внутри вот здесь вот пластинки такие сработал, это не говорит о том, что вы просто заряжаете, просто иголкой там поддеваете или еще чем-нибудь, и он у вас будет идеально работать. Работать он долго не будет, как бы вы ни старались. Обычно, если вот здесь вот особенно выделение идет влаги, ну, то есть, начинает кипеть через прокладки, то аккумулятор этот, ну, как бы, ну, даже если после восстановления подъема емкости у вас, ну, проработать не очень долго, вот особенно в нагрузочном режиме, вот как у нас ноутбук. И поэтому эти все ролики, честно говоря, не несут никакой пользы. А вот именно если вы аккумулятор разрядили в ноль и после этого поднимаете, да, шанс того, что у вас он воскреснет, гораздо выше и проработать дольше. То есть надо знать, по каким причинам аккумулятор вышел из строя. Вот смотрите, 45 и 45. Тут я не все снял. Так, сейчас вот сковырну. Снято все, 45 и 45. Два аккумулятора имеют одинаковую емкость. Прежде чем их восстанавливать, после того, как их разъединили, они должны какое-то время полежать. Тот аккумулятор, который был либо в коротком замыкании, либо с ним была проблема, он уйдет вообще в ноль. А тот, с кем не было проблем, он может остаться с каким-то напряжением. Соответственно, тот, который с напряжением останется, вы можете его попытаться реанимировать. Тот, который второй, ушел в ноль, шанс восстановить его, можно сказать, где-то один или десять максимум процентов из ста. Поэтому я считаю, это не целесообразно. Теперь давайте посмотрим, что у нас будет, если мы подключим это все дело в ноут. Просто еще многие говорят, что не всегда поднимается. не всегда поднимается он, когда выходит из строя контроллер. Так, вот как видим, зафиксировано все ровненько. Не скажет, что мы его как-то разбирали, делали. Все, чики-пуки. Так, где у нас тут шуруп питания? Подводим питалово. Так, синим кинком загорелось. Сейчас я включу. Хай! Моя борода. Так, он уже поднялся даже. Продолжим. Тут, кстати, вот семерка стояла изначально. Вообще очень хорошо работала. Потом просто глюкнуло и слетело. Вот ключ остался. В итоге я поставил сюда XP. Нашел под нее кучу дров. И после чего все проблемы ушли со скоростью. И вообще отлично работает. Вот, кстати, вот прожектор, который я переделал. И на роликах, где желтая засветка есть, ничего не мигает. Так, говорящий ноутбук. Сейчас мы посмотрим, сначала идет ли заряд. Тут просто он еще погашен неправильно, поэтому дольше загружается. Так, где тут у нас? Значок заряда не подгрузился еще что ли? Хотел сделать фокус, но он у меня не получился. Короче, давайте посмотрим в итоге, что у нас получилось. Там у меня место кончилось на флешке при записи. Так, ну уже набежало 4%. Для тех, кто плохо видит, давайте увеличим. 4%. То есть заряд попер. Уже снизу таблички нет. Но камера, так как потерялась флешка, то есть там видео, считай, 10 минут просто вычеркнуто. Короче, было изначально как здесь то, что невозможно работать от аккумулятора. И сверху стояла вроде перечеркнута зарядка, но на нуле. Через 5 минут появился первый процент. Ну вот сейчас, через минут, наверное, 20-30, пока переливались видео и освобождалась флешка, появилось уже 4%. Так, ну давайте выдернем шнурок питания. Как видим, работает. У нас 4%. До этого сразу выключалось. Ну, я считаю, где-то включаешься. Демонстрация горит сама за себя, причем у нас аккумулятор сейчас еще разряжен. Надеюсь, данный способ немножко прояснит кому-то, что не стоит лишний раз пытаться восстановить то, что, в принципе, восстановить смысла не имеет. Давайте, кстати, пока вот отлежалось это все дело, для любопытных, ну и для себя тоже увидеть хочу одну вещь. Изменилось ли что-нибудь? Что-нибудь изменилось вообще в аккумуляторах? Вот, на две сонки. Ну, как видим, кстати, в аккумуляторах сониковские ставят в Hewlett Packard, так что служат они гораздо дольше. У меня нареканий к ним не было, то есть в один прекрасный момент просто умерли и все. Данный аккумулятор, он тот на нуле полном. И вот этот вот. Этот поддается заряду. Вот у него больше одного вольта. Еще давайте раз посмотрим, они стояли в паре. Здесь 0,04. Здесь, скорее всего, внутренний КЗ. Мы с вами разберем его и посмотрим, что с ним стало. А где же у меня это под эти аккумуляторы? Так. Ладно. Тут мне ребята подсказывали по поводу магнитов. Давайте попробуем с магнитиками. Тю-тю-тю-тю-тю. Так. Ой, наоборот. Вот так вот. Магнитов у меня будет здоров. Я все пытаюсь мини-ветряк сделать. Времени нет. Так. Ну, как я уже говорил, переходим в режим никель-металлогидридный. Стартуем. Стартуем. Коннекшн-брейк. Так. Еще раз. Эх, блин, надо это делать. Так. Не получается так. Так. Попробуем вот таким макаром. Так что вот восстановление не всегда оправданно. Если один аккумулятор в паре или пара оба умерли. То есть, ну, смысл восстановления таких аккумуляторов? Блин, а я вообще тот восстанавливает? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Вытянем счетчики. Так. Не помню, 4 вольта было. Что-то вот с магнитами-то их не видят. Ну-ка. Аккумулятор у нас увидит его. Как я смотрю, видит, не видит. У меня тут вольтметр стоит. Можно просто вольтметр. Короче, на вольтметре мне нужен только один показатель вольтметра. Короче, подключаем плюс к минусу. Ну да, тут коннекта, наверное, нету. Потому что напряжение, видимо, не изменилось. Обычно оно на короткое время подключаем, сразу начинает проседать. Если проседает, ток нормально захватывается аккумулятором, соответственно, аккумулятор в идеале. В данном же случае этого не происходит. Это говорит о том, что плохой коннект. У меня, к сожалению, где-то валяется переходник под них, чтобы его просто поставил и зарядил. Ну, короче, обо всем этом мы узнаем в следующий раз. На этом все. Вот из-за этого именно аккумулятора у нас умерла зарядка. Надеюсь, данный метод, так скажем, полного восстановления от нуля кому-то пригодится. Самое главное, обращая внимание на раскрытие аккумуляторного блока без повреждений, чтобы вам можно было обратно его нормально зафиксировать. Если у вас фиксируется через низ, соответственно, придется вверх тогда приклеивать корпус, собирать. У меня в данном случае фиксируется через верх, крышкой поджимается все это дело, поэтому, в принципе, мне не принципиально, я туда вообще не лезу. Поставил один раз и забыл. На этом все. Всем удачи, всем пока.